Доброе утро, дорогие мои! Как я соскучился по тому, чтобы сидеть за столом и с вами беседовать в тихой, спокойной обстановке. Как-то всё. Ходим, едем, чистим, работаем и так далее. В общем, честно соскучился по тихому, спокойному разговору. И напоминаю, что вы на канале Приют Ангелов, и здесь мы с вами учимся радости, любви к друг другу, ну и правильному взгляду на окружающий нас мир. Сегодня разговор об Сергии Романове. Прилетело, как у нас говорят, послание, в котором просит поучаствовать в одной из акций. Они прилетают достаточно часто в защиту Сергия Романова. И ещё и просит, что нужно разослать всю эту информацию. Я ещё раз вам повторяю, что у меня есть на это свой взгляд, тем более есть взгляд на то, а что же нужно сейчас делать. Давайте трезво рассудите и осознайте, что я единственный, кто сразу сказал, что происходит с Сергием. Я единственный, кто вам сказал причины и указал на тех, кто к этому всему привёл. И поэтому вы должны послушать меня и в том, а что же нужно на самом деле делать, для того, чтобы защитить Сергия. Я намеренно сейчас не называю отца Сергия, потому что разговор немножечко о другом. О том, в каком положении официальном находится сейчас он. Потому что официально от церкви он Сергий Романов, не только лишённый сана, но и отлучённый. Но мы его, так же, как в первом ролике, когда я записывал про него, мы его жалеем. Сколько обрушилось на меня гнева, когда я, впервые увидав его отчитки, сказал, что, к сожалению, он сам одержим. И то, что он делает, никакого отношения к отчитке не имеет. И поэтому его жалко. Дальше все события вот эти появились. Появились его выступления под бумажку с заиканием, появились выступления его помощника, ОМОН, ну и всё остальное. То есть, если бы сразу услышал он и кто его окружает, оценку, что с ним происходит, и дальше не развивал вот это своё состояние вовлечённости в бешенство, а зачем входит бес в человека, чтобы вовлечь свои дела, чтобы заставить этого человека и окружающих его людей, если кто-то есть зависимый от него, заставить делать свои дела. Всё очень просто. И тот, кто согласен на то, что да, пусть, тому он обещает весь мир. Помните в Евангелии, как Христу он говорит «поклонись, и весь мир тебе отдам». Он готов был отдать в управлении Христу весь мир за один поклон Ему. Так здесь вот это и произошло. Я не знаю, на каком этапе это произошло. Не знаю. Я не могу ничего сказать. Гордыни ли Сергия Романова, его сребролюбие, его, как я понял, он себя уж и монархом даже посчитал. То есть вот тщеславие, тщеславие его. Я не знаю, под каким соусом проник в него лукавый, но то, что дальше произошло, произошло именно так, как и должно было произойти. Но сегодня я вам открою ещё одну тайну. Если это не произошло по его хотению, а человек сам входит в это состояние, в отношение с этим существом, когда хочет или допускает, ну, ну, немножечко, вот, ну, ладно, ну, немножко хитрые деньги, ну, давай я всё равно их возьму, а потом как-нибудь, ну, немножко хитрый поступок, ну, давай я его сделаю, а потом покаюсь, отмолюсь и так далее. Нет, ничего подобного. Согласился, будешь служить. До полного не просто покаяния, а до полного противоположенности тому, как в тебя вошёл этот бес. Но это когда человек сам лично участвует в этом, и сам хочет, и сам допускает, что у него может быть такой управитель. Но есть ещё одна для вас известная, но мало кому знакомая и мало кем изученная сфера вовлечения человека в эту деятельность. И вы её знаете под именем колдовство, магия, ну и так далее. Теперь-то уже понятно, кто его попекал, и кто, в общем-то, здесь был главный на самом деле, чью роль или как вот там кукла на ниточке, кто был Карабасом-Барабасом, мы теперь уже знаем. Но если вы теперь знаете его звание и его признаки там и так далее, то попробуйте хотя бы осознать, а чем он владеет для того, чтобы иметь все эти звания. Там ведь двух треугольников на руке недостаточно, чтобы тебе всё это предоставили. Тебе нужно владеть, ну, скажем так, кабалой, это для вас самое привычное понятие того, как они и чем они это делают. Но кроме владений нужно доказать, доказать, что то, что ты умеешь, оно действительно действует. И я вижу, что этот человек даже по роликам на протяжении нескольких десятков лет доказывает, что он умеет. Потому что к тому, что он прикоснётся, всё время прилипает и какое-то разрушение, и какое-то зло, какие-то, в общем, пожары. Вот просто осознайте. А это для вас такое, казалось бы, зло, такие пожары и всё остальное. А для него это доказательство действия того, как он умеет всем этим управлять. Поэтому, если 50% вот этой вовлечённости в бешенство я отношу к самому Сергию Романову, что он попустил, или попустили к нему всё это, когда сейчас признали, что его рукоположение было неправильное, ошибочное, что нельзя было убийцу двоих человек рукополагать в священнике, возможно, тогда и произошло попущение вот это, то есть допущение им самим, поскольку, а он допустил, что я могу быть священником. То есть он не посмущался всего этого. И дальше получается, что всю жизнь играл вот эту роль, роль. И играл уже под руководством определённого существа, которое всё делало, и чудеса показывало, и подчинение людей показывало, и показывало, как размножаются его здесь земли, монастыри, ещё что-то. Но для чего показывало? Чтобы в конечном итоге сыграть главную роль, которая сейчас и играется. Мы с вами сейчас участвуем в кульминационной сцене того долголетнего спектакля «Рукоположение Сергия Романова», который показывает, а чем же всё это управлялось и кто этим управлял. Но в какой-то период, на каком-то этапе, к его самостоятельному допущению того, что он делает, прицепилась магия, дополнилась магия. То есть те, кто знают, как управлять с её помощью человеком, захваченного лукавым, а ведь магия, она как раз и пользуется силами лукавых сил. Потому что определёнными знаками, определёнными словами, определёнными этими, они тех или иных, я уж прямо скажу, бесов заставляют себе подчиниться или договариваются с ними, что они им подчиняются и управляют в нужную политическую, социальную или экономическую сторону. Так действует магия. Магия не действует на человека религиозного по-настоящему, у которого есть только один Бог Христос. А тому, кто допускает, что есть другие боги в виде денег, в виде власти, в виде знакомств больших и так далее, запросто, запросто, и они этим пользуясь, довели Сергея Радоманова, вот до этой черты. Но то, что они хотели, ещё не закончено. Ещё конечная, как говорится, точка в спектакле не поставлена. Занавес не закрыт. Не закрыт. Его довыжмут, и эту ситуацию доиграют до самого конца. И мы видим, к чему прилагаются сейчас вот все эти такие ситуации. И они идут только к одному – разрушить нашу страну, разрушить нашу церковь, разрушить и поработить наш русский народ, я бы так сказал. Как вам, не покажется странным, потому что вроде как бы под флагом патриотизма и выступал Сергий Романов, и все, кто с ним. И я вас искренне поздравляю, что вы действительно всё это делали, и вы поняли, что такое патриотизм. Но в данном случае магия вас использовала в своих целях. Магия разрушила то, что вы хотели сделать по-настоящему, включая, можно так сказать, Уральскую республику, свободную и от всей власти, и под управлением одного царя. Всё это разрушено. Уже на этом этапе видно, что вот эти земные, мирские цели уже разрушены. Но есть одна серьёзная цель у этих сил, которым противостоит русский народ, русская вера, русская церковь, русская церковь. И это разрушит нашу Родину. Поэтому, когда вы призываете меня на определённые мероприятия и на определённые, значит, действия, я хочу вам сказать, что я в них участвую очень активно, но участвую молитвой. Молитвой за то, чтобы у нас с вами был мир и любовь. Поскольку, сколько бы вы никому не утверждали, кому-то не утверждали и не доказывали, что можно достичь целей Христа через войну, ненависть, уничтожение друг друга, вы всё равно, участвуя в этом, участвуете не на стороне Христа. Мне наиболее странно всё это видеть и слышать, когда я это вижу и слышу на Ганинской яме. Неужели вам неясно и непонятно, как те, кого вы почитаете, оказали здесь? Каким образом их сюда привели, убили, жгли, или ещё что-то, как мы предполагаем? А ведь начиналось именно с этого. Вот с такого вот, почитайте Достоевского, почитайте, почитайте Кропоткина, когда начинают войну за непонятно что, злобой, разрушением и ненавистью друг к другу, то сами и погибают в этой войне. Сами погибают. Нет у Господа такого инструмента воздействия и установления своей Господней власти. Мы знаем, что только один инструмент у Господа. Меч огненный Архангела Михаила – это меч любви огненной, любви огненной друг к другу. Поэтому, когда вас призывают на очередную акцию, вы попробуйте вспомнить это и понять себя, с каким чувством вы пришли туда. А видно, что огромное количество вокруг них, вот тех, кто захвачен магией и колдовством в свои руки, точно так же подвержены этому колдовству и магии. заколдованные люди, они ходят с каменными лицами, они ходят с одной мыслью «С нами Бог, мы победим, но при этом служат совершенно другой силе». Поэтому я вас призываю очухайтесь, очнитесь, очнитесь, потому что вы очарованы, вы заколдованы, вам нужно осознать себя, а для этого нужно прийти, во-первых, покаяться в том, что вы уже соделали, а делали ненависть. Не надо конкретные дела поминать, что вот это мы совершили, вот это совершили, вот здесь мы, значит, ОМОН мы били там, или еще что-то. Это все производные вашего чувства. А чувства, которые вы произвели на свет, родили на свет, ненависть, ненависть, то есть вы постоянно из себя извергаете, если в Евангелии сказано, блевотина, вы бесов постоянно из себя извергаете, потому что вы словесно действуете. Когда вы говорите, слово рождается новое существо, если это слово злое, то вы рождаете нового беса, бесенка, который входит во всех остальных. Поэтому, дорогие мои, я желаю, чтобы не его отпустили Сергея, он не виноват, он явно был в прелести и явно был в колдовстве. Я не знаю, как это сможет кто-то доказать, это может только он сам установить и сказать, простите меня, судьи, я точно был вовлечен. Если он будет стоять на своем, что я царь православный, я монах всемогучий и все остальное, это продолжение этой прелести. Он так и остается в этой власти тех сил, которые его довели до этого состояния. А признается, покается, заговорит по-другому, поймет, как дальше действовать. Вполне может стать еще очень хорошим христианином, опыт-то теперь богатый, замечательный, опыт гонения, это самый ценный опыт, который должен пройти настоящий христианин. И в дальнейшем мы можем увидеть действительно хорошего человека. А пока всех призываю боритесь любовью, любовью, боритесь любовью, то есть попробуйте те силы, которые вы считаете, что они злые, и надо с ними бороться, включая там ребят, служащих в ОМОН, там, или еще что-то, они просто во власти других людей, и они тут ни при чем. А если другие люди, по вашему мнению, во власти зла, так молитесь о них, любите их, зло только так из них может выйти. Никакого другого средства, нет, есть другое средство, но оно приводит в Ганину яму в конечном итоге, я уж вам так скажу. Так что здоровья вам всем, радости, аминь. здоровья.